Здравствуйте! Вечерок уже в избушке, за окнами темно, Карий бдит, Веська спит, Бонька валяется на кроватке. Смотрела я интересный фильмик, но тут позвонила Ника. Приехали упоротые зоологи, а я, так понимаю, орешки щёлкала, собранные по осени, но орешки не шашлык, и от него невозможно отказаться. А поэтому собираюсь и выдвигаюсь в савиный долг. Собаки, надеюсь, вы проявите благоразумие и останетесь дома, потому что на улице валит снег, за окнами темно, и надо брать с собой фонарь, иначе не добраться. Что самое интересное пропустила? Это мой след, это я шла. А что это было? Кто изображал ангела? Ты можешь провести расследование, измеряя длину, высоту, очередную. Ну, я уже знаю, кто это был. Вот это вот тело с телефоном. А кто же ещё? Я ошиблась? Нет, это не верно. А чего ради и как? Ну, так, туда, оба, и всё. А вот тут, на полянах? Нет, а это как бы такой... А, это чтобы подольше сохранилось? Объект искусства, да. Это можно в рамки теперь заморозить и вешать на стену. Меня тут научили в комментариях слову арт-объект. Да, да, да. Вот это оно, инсталляция. Ну, вы бы хоть тентом инсталляцию накрыли, чтобы сохранить. Чтобы хозяевам захотят, сохранят. Не захотят, мимолетность. Ну, опять же, это... Я на видео сняла. Вот. И на стену сделала фактически, да. Ну, теперь это будет ещё запечатлено у меня в видео. Да, это без сцены. И это навсегда. Можно поставить... Можно залить, например, гипсом. Вот. Я тоже подумала про маску Петра Первого, про руку Паганини и так далее. Черная рука Паганини. Так. Часть шашлыка уже отбыла в тепло, в совиный дом. А у нас снегопад. Там встани очень нет. Неразумно стали жарить его частями. Хотя всё облезало. Нет, там просто одна дровинка была очень сырая. И мы сдвинули её в сторону. А на остатшую часть положили то, что влезло. Либо просто выкинуть дровинку. Сухие дровинки у меня в дровинке. Ну, если надо было куда-то идти. А тут что было, что Бог послал. А, туда и всплыло. Вот. А то мы жарили. Ой. Может, конечно, бездуховно было сходить за углём. И это из-за дорожек. Но это же бездуховно. Ключевое слово бездуховно. Дрова это другое. Как положено. Вы давно приехали? Ну, сегодня. Не, ну, понятно. Засыпло хоть. Да, да. Успели посмотреть на поля. Они где-то пол четвёртого приехали. Ну, так, мы успели посмотреть на поля. На сучей. Ну, там вот. Подержать в руках лопату. Ну, это всегда легко. Это можно и в темноте сделать на ощупь. Да, мне недавно это довелось испытать. Когда надо было на почту ехать с посылками. Покапывать себе дорогу? Нет. Мне надо было докопаться до колодца, докопаться до рыбника, покормить игроча, гранды. Ну, сам понимаешь, всё это затеяло, чтобы успеть. Несколько раньше мне планировало бы по другой день. Ну, так получилось. Слушайте, а запах-то какой. Рулочки будут зеферками, потому что у меня зеферка совсем не сучка получилась. Ну, тебе виднее. Самый сырой, пожалуйста, мне. Люблю это дело. Кстати, сэр, а вы в курсе, что у вас вся спина белая? Конечно, я же на спине. Вас отряхнуть перед входом в жилище? Непременно, но... По-моему, лучше всего лопатой. Ну, нежно. Всё, понесли. Славный был шлычок. Великолепно посидели, но для меня уже поздний вечер. И пора возвращаться домой. Тем более, что там заперты собаки. А потому... Открываю дверь. Ух, какой ветерок! И наслаждаюсь снегопадом в Савином доле. Вдалеке виднеются огонёчки трассы, метёт, барханы. И что завтра предстоит? В такую погоду, вероятно, полдня придётся сокращаться с лопатой. Но ничего не привыкать. Пока ещё не потеплило, снег будет лёгким. И убрать его не составит большого труда. Несмотря на громадные объёмы. В Савином доле продолжается вечеринка. Но мне пора к своим хвостатикам. Пока дотопала до дома, поняла, что завтра придётся и зарядно посокращаться с лопатой. Да, уже стало глубоко. Всё засыпано снегом. Так, надо зверьков выпустить. Прогуляться перед сном, чтобы ночью не беспокоили. И сама заваливаться спать. Завтра день предстоит насыщенный. Так, не хотела, чтобы они мёрзли, дожидаясь у меня у дома. Ну что, гулять, гулять, гулять. Ребят, меня не было буквально полчаса. Ну-ну-ну. Ой, Вися. Вперёд. Угуливаться. И спать. Ладно, пускай немножко побегают под сном. Завтра будет интересный денёчек. И вот новое утро. С зверюшком не терпится выйти на улицу. Собственно, как и мне. Потому что за окнами за ночь всё поменялось. В темнотене возможно было вечером разобрать, что и как. О, перевернулась кормушка. Ну, наверняка Бунькина проделки. Он вчера прогулялся во мраке и, видимо, решил поскакать по этому сооружению. Ничего. Значит, семечки, которые опрокинулись, и что оставили с вечера птички, когда я её подниму, окажутся открытыми, и они их с удовольствием склюют. Ну, какая же за окнами красота. Да, сейчас предстоит продолжение зарядки, но уже с тягощением, с лопатой. И это явно надолго. Ничего, хулиганите. Так, Вися. Что ху-ху-ху? Сейчас наноситесь по сугробу, и кто-то опять будет мне мешать, бросаясь на лопату. Я уже предвкушаю. Ладно, надо выходить, потому что вот это всё, тропинку протоптали собаки, явно надолго. И заодно полюбоваться всем воочию. А вот дома и правда красиво. Никина ёлочка-коника, которую она когда-то мне подарила, действительно превратилась в конус. Припорошился снежком лосозябра. Столик покрыт огромным слоем снега, и Бола стал больше походить на торт. Легли актебринки. Вися, рыльца в снежку. Ну, пойдём посмотрим, что там дальше. Сейчас вот это всё предстоит разгребать. Докопаться до дров, затем доколоться. Так, куда полезла? Писька. Я ещё корм не насыпала. Нет, сначала кормушки надо привести в порядок. О, белый домик. И как же хороша моя ёлочка. Да, на Новый год, наверное, всё-таки её такую оставлю. Райс только мешуру положил. Птицам уже не терпится отведать семечек. Ладно, не будем их разочаровать. И к тому же надо ещё гранду проложить в тропу. Интересно, что делается за воротами, но это не сейчас. Надо браться за лопату. Ну вот, порядок с кормушками восстановлен. Кое-куда уже успела докопаться. Ну, овесенька и завалялась в мешке. Правильно, надо отрехаться, чтобы в избе не таскать. А каре придаётся созерцанию. Ну, ещё бы, когда кругом такая красота. Ох, не знаю, как там в Нарнии, а у нас всё замечательно. Да, белые снеги. А ведь наступило только самое начало второй декабря. Что же будет дальше? О-хо-хо-хо, хонюшки. Ну, русская зима. Такой, собственно, она и должна быть. Так, Вися, мародёрка, прекращай. Ну, что это такое? Бессовестная ты собака? Да-да-да-да, иди поиграй. У тебя там мячик только что откопался и вновь закопался. Сейчас пойдёт рыскать. Уж что найдёт, не знаю. Или косточку, или мяч, который только что загнала. Вон по те вишни, покрытые снегом. Но явно что-нибудь найдёт. Мой колодец за ночь превратился в сказочный теремок. Да, даже жалкость ему снег очищать. Ну, иначе до воды не добраться. Сюда надо ещё каким-то образом дойти с ведром, его отнести в избушку. А те самые чугунки, которые стоят около моей псевдо-арки, превратились в экспонаты из сказки «Горшочек. Не вари». Там у них проманную кашу было, где всех затопило. А у меня там калужницы. Весенние цветы, которые любят влагу. А я надеюсь, что когда-нибудь я снова буду на них смотреть. Лепота. Впрочем, продолжаем. Ну вот, докопалась до домика Гранда. Он тоже теперь напоминает сказочные чертоги. И надо с сетки будет снежок-то чистить. Я думаю, к пиццу ничего не видно. Так, косточку обклевал. Сейчас корм принесу. Подожди немножко. Да, скучно сидеть, когда такой не очень хороший обзор. Но всё-таки красиво лёг снежок. Впрочем, сейчас мы от него избавимся. Вот, переместила за калиточку. И сразу же она шла. Всенародное леколание. Да, хочется подразмяться на свежем снежке. Ну, ради как рейфери. С ним не забалуешь. Нет, веси нет. Сориентируюсь с назыркой. Так, у всех отличное настроение. И у меня тоже. Потому что на сегодня это последний объект. Что? Что? Всё, я приступаю снова. Не торопись. Тратко я ползу отдыхом на любимом местечке. Слушаю стрёк от сорок. И любую с Бонифацием, который засел в засаде. Наивный. Максимум, что он сделает, опрокинет кормушку, бросившись на очередную синичку. А я пришла к выводу, что надо браться за очистку теплицы. Да и не только. Потому что на крыше намело массу снега. Завтра обещают аномальное потепление. Да плюс шесть. Ей-богу, я не верю. И мне очень жалко, если пропадёт вся эта красота. Но если снег потяжелеет, то всё возможно. Обрушение кровли нам вовсе ни к чему. Боня равна, как и кормушки. Давай-ка я тебя лучше в дом затащу, а? Да, по-моему, это оптимальный вариант для птичек. Направился яный дом. И вижу, что тут бурк, снег идёт куда более цивилизованно, чем у меня. Да, квадрик – это мощь. А в сочетании с Тёмой – это вообще страшная сила. Интересно, что у них на участке делается. Надо зайти посмотреть. Ну, а тут, как всегда, забавные конкурсы. Но кому-то не повезло. Пропил под углом – это то ещё удовольствие. А чего ты японскую пилу-то не дала? Японскую не надо, это не для этого пилу. Да ты что, я великолепно распустила всё подряд, когда делала домик для сока. Ну, она у тебя очень быстро закончится. Ну, что ж поделаешь, новую возьмём, я её оценила. Так, ну-ну. Детки в клетке. Опа, смотри, подходит. А я просчитала, как делать эти парапилы, но тут люди справляются сами. Ладно, никто не ищет лёгких путей. Уехали ребята. А я вернулась после стрима в избушку и занялась расчисткой снега. Будет оттепель, снег потяжелеет. Не поняла. Сани едут сами. Ну, не то, чтобы сами, бонифас изобрёл. Расчистила я свою теплицу и взялась за крышу дровняка. Старенькое уже сооружение. Скоро пора всё переделывать. Сужу, сама об этом думаю. И осталось мне ещё немножко снега. Вот и вот я, Бонечка, и хотела саночки сгрузить. Прямо с крыши полетел бы. Кстати, пока я возилась с этой крышей, Боня мне активно помогал. Скакал по снегу, стараясь настичь вот эту вот штуковину, которую я орудовала. Так, сейчас тут будет лавина. А, ты на весё хочешь? Ну-ну. Не знаю уж, что у тебя получится. Но я надеюсь, что снег попадёт с саночкой и вырезу. Потому что здесь орудовать лопатой не особенно удобно. Ладно, коварная, давайте, уходите. А то снег на башка попадёт. Плохо будет. Боня, иди на вещи поохотиться. Оставь санки в покое. Нет. А, а теперь на верёвку. Господи, ну... Ты хищник. Может, тебя на санках с горочки спустить с маленькой. Ладно, давай сначала закончу, а потом попробуем. Да не надо проверять, я всё плотно завязала. Ну, куда же без тебя, господи ты, боже мой. Всё-таки насырный кот так и торчал в санях только до того момента, пока я не обрушила на него первый маленький комочек снега. Да. Вранула надтуда стримглав. Надо было это видеть. Ну, а сейчас, вероятно, переключилась на что-то иное. Всё. Лавины мне больше не страшны. Надеюсь, что всё во время оттепеля не пострадает. Ну, а это я сейчас быстренько куда-нибудь увезу да выкину. Пока я возила со снегом, Висяндра Карри откопала свой теннисный мячик. Ну, уж лучше, чем дохлый крот. Всё. Игрыщи начались. Вончи тебе мало было, да? Ну, что, устала играть? Нет, опять крот. Весь... Я же его закинула к самому забору. Промахнулась. Не удалось его перебросить. Ой, ой, ой. Давай в мячик поиграем. Брось ты эту дохлятину. Он хоть и свежемороженый, но всё равно. Вперёд! Уря! Вот-вот-вот, другое дело. Иногда роняет его из пасти и пытается обнаружить в снегу. Ну, ищи. Раз что у нас овчарка, немножко недоделанная, пытайся. Всё-таки служебная собака-то. Так, нашла. Ну, ненадолго. Ну, правильно. Крата удобнее по запаху искать. Ладно, надо убирать санки на место и отправляться в избушку. Пичку топить и сегодня заканчивать лепесток. Наконец-то дело дойдёт до маслица. И я уверен, что у меня получилось. Мне показалось, что раздаётся мяу. И что там? Так, Бонни на уши торчат. Призывал Карри. Он загадочный кот. Нет, всё-таки связь, когда они друг друга замечательно дополняют. Утащила в избушку шаловливого кота, который только что отобедал. Да, Бонечка, сколько можно хулиганить? Пора отдыхать. И подсыпала корма. Собаки залегли поодель с костями. И сейчас даже я не беспокою птичек. Так что можешь на них любоваться сколько угодно. Ну, и за кошка. Да посмотри. Тьфу, амшлаг. Сколько же воробьёв, зеленушек. А семиц мало. Ну, они быстро улетают, схватив семечки. Поэтому Бонька им вообще не страшно. Да. Надо будет именно в это время их подкармливать предварительно в уголевкотане. Кстати, я поняла, каким образом он переворачивает кормушку. Долго лежит в засаде. Стоит зазеваться какой-то птице. Делает прыжок, оказывается на спиле. И переворачивает его, рассыпая на снег весь корм. Впрочем, он и там не пропадает. Ух ты! Кого-то они так испугались. Остались самые смелые. Ну, сейчас летятся вновь. Я бы, конечно, могла уголками прикрепить этот спил к пенёчку, на котором установила. Но дело в том, что эту огромную деревяшку Машка иногда применяет для того, чтобы фотографировать свои драгоценности. Для того, чтобы потом выложить их в ВКонтакте или где-нибудь ещё. Поэтому жалко мне дырявить подобное шурупами. Впрочем, можно найти другой выход. Намести большой сугроб вокруг пенька, и тогда кормушке просто некуда будет падать. Ладно, хватит добоваться на пернатах. Надо топить печь и приступать к завершению своего проекта «Лепесток». Машка заняла шлифовку, и в этот момент опять повалил снег. Прилетели сороки, полаганец костями, которые оставили собаки, и переместились в избушку примкнуть на тихий час бонифацию. О, красавицы! Да, жалко, что у муки сорока не осталось. Обидно за неё. Как бы они с Бонькой гармонировали своим цветом. Точно так же ярко смотрятся на белом снегу. Ладно, надо продолжать, потому что печка уже разгорелась, и скоро я уже закончу свою новую поделку. Ну всё, окончено со шлифовкой. Шкурку можно убирать и покрывать маслицем. Интересно, что выйдет в результате. Ладно, сейчас я об этом узнаю. Ну, естественно, покажу. Вперёд! И вот он, результат трепыхания последних дней. Маслица ещё не впиталась, но как бы в цвет. Да, здорово получилось. Не рискую сейчас это класть на какую-либо поверхность, помимо коры. И не очень-то просто всё это держать в руках. Придётся ещё разочек обработать маслом. Поверхность получилась весьма гладкой. Ну, как играют краски древесины. Хостенькая, незатейливая дощечка из угловившейся ракиты. Но меня пролистила форма. Ну, цвет, естественно, тоже не подкачала. А между тем на моё бревно, подназначенное в качестве верстака для домашнего сыскуя, легла новая деревяшка. Ну что ж, будем стараться из неё сделать что-нибудь. Впечатляющее. А между тем за окном продолжает валить снег. Иногда налетают паровые ветры, но причёдливо завеваясь вихрами, уносится вдаль. И наступает вечер. Каким будет завтрашний день, ещё неизвестно. Но всё прояснится совсем скоро. И, естественно, об этом расскажу. А пока здоровья всем и удачи! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok